всем салют ребят сегодня хотел бы ответить на два вопроса заранее извиняюсь за звук я сейчас в селе и как такового супер микрофона у меня с собой нету поп-фильтра поэтому я решил записать вот так дома не совсем удобно поэтому сорян заранее звук если это достает кому-то проблемы хотел бы ответить на два вопроса на первом и кратенько лаконично пройдемся почему нету стримов и второе что ты думаешь о всей этой ситуации все это его канале который происходит сейчас в мире по поводу первого да у меня был запланирован стрим 31 марта 1 апреля хотел ехать домой так получилось то что 31 марта утром я узнал что город будет оцеплять и мы с моим другом приняли решение уехать потому что так бы мы не смогли поэтому сорян тут мы стрим не провели в принципе как я приеду обратно исправим вопрос складывается один когда мы приедем вот это уже неизвестно пока все это уляшется и приедем следующее почему я не могу стримить из деревни потому что здесь очень очень плохой интернет здесь единственный провайдера с телеком и скорость выгрузки 0 81 мегабайт а скорость загрузки 14 а чтобы мне стримить мне нужна выгрузка вы можете себе представить 0 81 я стримлю когда 8 500 то есть ну вот поймите разницу и это просто нереально сделать нужно такой битрейт ставит то есть 8 с половиной мегабайт как минимум плюс мне нужно стрим с телефона смотреть плюс у меня мама дома работает плюс отец интернет сидит и минимум мегабайт 20 25 нужно это нереально видеоролики я загружаю когда только раздаю вай фай с телефона потому что там трафик есть но его не так много на видеоролики хватает ну и следующее по поводу коронавируса и всего прочего честно говоря я не знаю насколько это правда насколько нет первое к чем их призываю никому не верить не читать эти новости потому что смысла в них нету и есть замечательная фраза которую сказал один журналист имя не помню лучше я совру но буду первый чем скажу правду но буду второй и вот сейчас если посмотреть по всему миру то в действительности так и происходит здесь это бредятина вся эта лапша на ушах людей запугивает неизвестно для чего по ватсапу ходят страшные сообщения для чего кому это выгодно непонятно никому не верить потому что мелкие бизнесы до мелкие будут говорить то что все это ерунда давайте работать им нужен заработок большие корпорации наоборот потому что они понимают что если немножко сейчас люди посидят дома по порушиться мелкие бизнесы и большие корпорации начнут себе больше трафик кушать ну и соответственно больше денег будет поэтому вполне логично также если посмотреть со стороны политической многие переписывают конституцию в россии пожалуйста насколько я знаю конституция постепенно переписывается и наш президент может баллотироваться еще один раз вот пожалуйста возможно по всему миру то же самое происходит поэтому тут я не обладаю большой информации не могу точно утверждать но для политиков и для каких-то там политических реформ сейчас самое время потому что люди за этим не следят в основном коронавирус кто болеет особенно подрастающее поколение им сейчас вообще не до этого до в телевизоре вот говорят нужно слушать поэтому первое никого не слушайте второе вся вот эта стабильность за которую человек боролся за эту зарплату за работу за свои увлечения за да за тот же зал три раза в неделю все это рухнуло за неделю хотя это строилось у людей годами и вся вот эта стабильность она нестабильна знаете когда читали раньше фразу сегодня у тебя есть что-то завтра ничего не будет никто не понимал и всерьез ну да так оно может быть но вот яркий пример это оставит большой отпечаток в истории и экономика ребят изменится поэтому те кто сейчас допустим сидит без работы ничего не делает вот и хотел какое-то свое дело начать сейчас помню самое время читайте больше не новости не смотрите читайте больше про экономику сейчас смотрите как доллар растет какие сферы начинают открываться потому что появляется всякие онлайн курсы онлайн обучение онлайн классы и все вот все онлайн все дистанционно и я уверен то что это оставит большой отпечаток и те сферы которые никогда не бомбили раньше они будут час просто в топе я уверен вот пройдет время так оно и будет сейчас голову себе забиваю но пока ничего не пришло надеюсь кому-то из вас придет такая идея вы неплохо так подниметесь ну и следующее больше в принципе что то еще добавить по нему я не могу многие сомневаются то что он есть у нас преподаватель кандидат наук по биологическим там я точно не скажу он сказал то что есть у него есть знакомы с разных стран такие же да они подтверждают это в принципе я думаю да потому что слишком большую такую тайну то что коронавируса нету а какой-то обычный грипп было бы сложно удержать в рамках всего мира потому что это по всему миру рано или поздно где-то бы это вы не вылезла бы если бы это ложь была я так думаю на самом деле может я ошибаюсь я ни на правду ни на крипту не претендую короче не читайте новости больше читайте книги не читайте сейчас про экономику держите свой разум чистыми настраивайтесь только положительно потому что то что вы думаете в принципе в жизни у вас она так и будет вот и все бомбите идите к целям и все у вас будет хорошо все всех обнял кто посмотрел большое спасибо подпишитесь на канал если впервые но если по танкам вы особо не бум бум то в принципе не нужно подписки так сойдет за просмотр все ребят всем спасибо большое всех обнимаю до новых встреч пока